Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Михаил Непомнящий, и сегодня мы будем говорить про очень крутую штуку про state-машины в связке с UI-компонентами. Мы будем рассматривать библиотеку Zag.js, которая позволяет использовать готовые state-машины для написания собственных UI-компонентов. То есть это не библиотека UI-компонентов, это просто набор state-машин. State-машина — это некий функционал, который позволяет нам работать с разными состояниями наших UI-компонентов и в зависимости от состояния, включать или выключать определенные настройки, выполнять определенные callback и так далее. State-машины в русском языке можно еще встретить как конечные автоматы. В данном случае это finite state-машины, соответственно, finite конечные, state-машины у нас идут как автоматы. В популярной библиотеке есть X-state, на которой в фронт-энде большое количество машин пишут, и именно это было источником вдохновения для авторов библиотеки Chakra UI. Chakra UI — это готовая UI-библиотека. Они столкнулись с тем, что есть сложные условия с различными состояниями, и решили написать свою собственную библиотеку по управлению этими самыми состояниями — готовые state-машины. И нам предлагается их использовать в своей работе. Соответственно, использовать мы можем их не только в React, что мы будем делать сегодня, они также используются во Vue, в Solid. Я думаю, что можно и в других фреймворках также все это дело попробовать. Что важно, здесь у нас из коробки идет все, что связано с accessibility. При этом у нас есть куча из коробки хендлеров, которые по необходимости будут также отрабатывать. Мы посмотрим простой пример на подобного рода input в числовом инпуте. Он будет выглядеть немножко по-другому, но мы посмотрим разные возможности, которые нам даются. И хотя кажется, что вроде бы простой цифровой input штука простая, но если мы начнем всматриваться в детали, то там на самом деле вариантов очень много. В частности, разработчики ZAK.js сделали отдельную страничку в интернете, где предлагают визуальное представление всех своих компонентов. Их сейчас штук 20. И вот, допустим, если мы найдем здесь number input и посмотрим на уровень сложности, который обрабатывается внутри самой state-машины, то здесь на самом деле не все так просто. Здесь обрабатываются и фокусы, и блюры, и нажатие стрелочки на клавиатуры вверх-вниз, сброс содержимого и так далее. То есть на самом деле под капотом происходит очень много всего. Для того, чтобы начать работать, нам нужно будет поставить ZAK.js с привязкой к вполне конкретному фреймверку. Соответственно, есть для Vue, есть для Solid. Ну и нужно будет установить конкретную state-машину. В нашем случае мы будем работать с number input. Нам нужен будет соответствующий number input. Если было бы что-то другое, соответственно, в документации мы можем найти что-то другое, допустим, по меню. Можно посмотреть источник, можем ссылка сломанная, ничего страшного. Но, соответственно, нам нужно будет установить ZAK меню, чтобы использовать все то, что здесь нам дальше будет предлагаться. Но мы сфокусируемся на number input и некоторые вещи даже покопируем. Что у меня уже есть? У меня есть React-приложение на Vite, оно пустое, здесь пока что ничего нет. Мне даже нужно будет как раз установить парочку зависимостей, поэтому я скажу, что мне нужно установить вот этот самый ZAK.js React. Дополнение иногда портит жизнь. И ZAK.js number input. И после их установки мы можем начать их использовать. Соответственно, мы можем сразу скопировать вот эту штуку. Мы будем работать в одном файлике для простоты. Соответственно, мы копируем саму стейк-машину. И из React копируем useMachine, специальный хук, и некую функцию для нормализации props. Идем дальше. Нам нужно создать компонент. Мы можем прям целиком его скопировать и разобраться, что же там происходит. Создадим его отдельно. И будем этот компонент уже вызывать на уровне нашего приложения. Пока что не будем ничего передавать, но в дальнейшем настроим props. Происходит здесь несколько вещей. Во-первых, используется хук useMachine из самого React. И туда передается базовая машина с какими-то настройками. Нам важно, что она принимает всегда идентификатор. Он должен быть уникальным. Поэтому мы можем использовать здесь хук useID, который предлагается нам самим React. Плюс мы можем использовать самые разные дополнительные настройки. Мы сейчас их тоже будем использовать. Вторая операция у нас также идет обращение к самой стейт-машине. И мы подключаем к ней текущий стейт и функцию обновления этого стейта. И также передаем туда вот эту функцию normalize props. Этот API предоставляет нам много всего. Если мы посмотрим через автоподсказку, здесь у нас есть как функции, так и значения, так и наборы props для самых-самых разных вещей. Используется он следующим образом. У нас есть некий корневой элемент нашего ее компонента. Туда мы пробрасываем содержимое root-пропсов. Если мы используем label для своего компонента, мы пробрасываем на него label-проп и так далее. Так как это история по изменению number-инпута в большую и меньшую сторону, у нас есть на уменьшение, на декремент набора пропсов, на инкремент набора пропсов и на сам input. Причем input — это даже не number, это обычный текстовый input. Здесь я, наверное, буду использовать symbol-минус, здесь буду использовать symbol-плюса. Данная разметка, она не имеет ничего общего с самой стейт-машиной. То есть она могла бы быть совершенно другой. Мы могли бы расположить элементы по-другому, так как мы считаем нужным. Стилизовать мы можем это как хотим и так далее. Давайте на этом этапе запустим приложение и посмотрим, что у нас предлагается. Вот так вот она выглядит. Пока что не стилизованная. И если мы посмотрим по разметке, то мы увидим, что вот он, наш изначальный div, наш уникальный ID-сник. Он пробрасывается в разные места с тем самым уникальным значением плюс дополнительным суффиксом конкретного элемента. Что здесь важно? Что у каждого элемента есть разный набор data-атрибутов, в частности, обязательный data-атрибут, который называется data-part. Этот data-part как раз определяет то, с чем мы работаем. И по этим data-атрибутам, а также по их состояниям, мы можем с вами делать определенную стилизацию, что довольно-таки удобно. Соответственно, я открою app CSS и добавлю сюда какой-то набор свойств, просто которые я заготовил заранее. Соответственно, у меня для плейбла используется просто дисплейблок. Это у меня мои кнопки. Соответственно, кнопка плюс, кнопка минус. Я задаю им определенный бэграунд, бордер, цвета и кнопки стилизованные. Ровно то же самое можно сделать для самого инпута. У него есть data-part input. Мы можем, соответственно, обращаясь к data-атрибуту, что-то сделать. Нам не обязательно вешают какие-то классы. Более того, в дальнейшем мы столкнемся с тем, что и состояние мы тоже здесь можем отслеживать. Мы видим здесь area-атрибуты, tab-индексы и так далее. Все, что касается accessibility, оно у нас идет из коробки. Опять же, мы об этом не думаем. Мы можем набирать числа, можем набирать стрелочки вверх и вниз, и как-то всем этим управлять. Разумеется, так как мы работаем с элементом формы, мы можем его настраивать так, как мы привыкли. Соответственно, для этого мы прямо в машину можем передавать какие-то сущности. Мы можем сказать, что вот у меня минимальное значение будет, допустим, один. Максимальное значение у меня будет, допустим, 10. И теперь, если я попробую набрать больше 10, у меня не получится. Если я попробую набрать больше 10 руками, в момент блюра у меня будет сброс на максимальное значение. Это поведение тоже можно изменить, но оно такое изначально. Кроме того, у меня кнопка, так как она сейчас не кликается, у нее должен появиться атрибут, что он disabled. Соответственно, мы видим элемент, и вот у него значение disabled. У него есть data disabled в то же самое время. Пять же, используя эту штуку, я могу добавить простую стилизацию. Я скажу, что окей, если у меня есть data part increment, и он у меня disabled, и то же самое для декремента, я просто изменю opacity. И я визуально получу историю, что да, я не могу кликнуть. Это переключение на disabled происходит автоматически за счет того, что предлагает нам сама state-машина. Помимо стандартных значений, мы можем передавать сюда какие-то колоколы, колбейки. Соответственно, у нас есть noun blur, noun change, noun focus, noun invalute. Мы можем принимать что-то извне и что-то, соответственно, делать. Допустим, мы захотим сюда on change, мы можем захотеть сюда on invalute, и в данном случае я буду ожидать и в качестве props на вход в сам компонент. Давайте мы опишем типы соответствующие. Соответственно, у меня будет number input props, в котором у меня будет минимальное значение, типа число, максимальное значение, типа число. у меня будет initial. И с хендлерами здесь очень интересная штука, потому что для хендлеров нам тоже захочется использовать тип. Где нам этот тип взять? У нас есть state-машина. У нее у этой state-машины есть некий контекст, и обращаясь к этому контексту, мы можем достать вполне конкретный ивент. В данном случае это будет on change для on change, и на on invalute я сделаю ровно то же самое, но с значением on invalute. У меня есть типы, я их передам на уровень props, и достану оттуда все, что я задал. Могу задать дефолтные значения, кстати, я думаю, что скорее всего они у меня все будут необязательные. Вот так. Ну и здесь теперь у меня будет минимальное значение зависит от props, максимальное значение от props. Дефолтное значение передается как в value, при этом оно должно быть строковое, поэтому здесь я буду использовать toString, ну и два хендлера on change и on invalute. Соответственно, теперь я могу использовать это более удобно. Я скажу, что минимальное значение у меня будет 0, максимальное значение у меня будет, правда, мне числа надо передавать нам, у меня будет 100, соответственно, чтобы это было число, мне нужно взять его в кудри. Initial у меня будет, допустим, 1, и на on change у меня встает вопрос, что же у меня есть в качестве параметра. И здесь, если я запишу, допустим, какую-то переменную, у нее уже будет вполне конкретный тип, я смогу ее использовать. И, допустим, я заведу здесь изначально какую-нибудь state, обычный реактовский state, скажу useState, и в этом state у меня будет какое-то значение храниться. Я хочу обновлять это значение, я буду брать его из того, что мне приходит в параметры, здесь всего два значения. Здесь есть value как строковое значение и value asNumbered как числовое значение. Я его буду хранить, ну и где-то в своем приложении могу использовать. Если мне это нужно хранить, допустим, в редакции, либо в другом state-менеджере, я могу его туда запросто положить. А, допустим, вот так вот. Они у меня должны быть синхронизированы, но этого не происходит. Давайте, разноимся. Да. А они у меня теперь, эти два значения благополучно синхронизированы. Следующая штука, которую мы посмотрим, это тот же самый опин, как можно еще его использовать. Допустим, я хочу добавить еще одну кнопку, забыл ее button, и в этом button я напишу clear. Да, сбросить значение я хочу. И для сброса значения мне, опять же, машина предлагает вполне конкретную готовую настройку. Она у меня называется, на самом деле, есть разные значения. Есть clear value. Она сделает просто сброс на пустое значение, то есть там вообще значения не будет. В моем случае я хочу сказать, чтобы пускай у меня просто минимальное значение установилось, и минимальное, оно у нас идет, вот оно, изначально. Можем дефолты здесь какие-то задавать, неважно. Чтобы соответствовать всему тому, что у нас было до этого, имеет смысл добавиться до data attribute, потому что на всех других у нас элементах есть data attribute, такой как data part. Здесь тоже имеет смысл его добавить. Допустим, я его назову clear. Button. Ну и опять же, по этому уже дату атрибуту я могу его благополучно в дальнейшем стейлизовать. Сделаем вот так вот. И посмотрим, как он работает. Вот у меня теперь есть кнопка clear, я меняю какие-то значения, сделаю сброс, и у меня значение 0. 0, потому что в данном случае это было мое минимальное значение. В то же самое время я могу управлять шагом, опять же, я могу добавиться до step, и в любом обычном number input, это тоже будет number, и допустим, я скажу, что изначально step, если вы не задан, он будет 1, и здесь у меня тоже добавится step. Кстати, на invalid мы не посмотрели, но опять же, по самому добавлению степа сюда, так же, как минимум и максимум, добавит нам функционал, и нам не придется прописывать его руками. Давайте просто убедимся после обновления, что у нас мы его не задали никакой степ, зададим его, и убедимся, что он будет работать. Соответственно, step, допустим 10. Обновимся, и теперь с клавиатуры вверх или вниз, а меняется на 10. Давайте на onInvalid добавим значение onInvalid, и сделаем очень просто. Я скажу alert и некорректное значение. Как-то так. Ну, надо обновиться. Максимальное значение у нас было 100. 100 — это нормально, 1000 уже никуда не идет. Я вижу обработку своего хендлера и некорректного. Более того, при событии брюр, опять же, у меня скинулось на 100, то есть я не смог ввести больше. Ну и последнюю часть, касаемую input, мы посмотрим. Если мы вернемся к визуализации, которая нам предлагается, здесь есть некий pressdown-скраббер. Непонятный скраббер, причем у него прям еще какой-то функционал здесь есть и так далее. Эту штуку тоже можно использовать, как она у меня будет выглядеть. Я создам только здесь, на уровне моего number-inputа еще один элемент. это будет обычный div без какого-либо содержимого и мне важно, что я передам ему определенный набор пропсов. Я снова обращусь к аппе и в данном случае поищу что-то, связанное со скраббером. И здесь есть скраббер пропс. Он мне добавит какой-то элемент, у которого опять же будут data-атрибуты, у него будет data-part-скраббер. И если я задам ему визуальную стилизацию, то я увижу его на странице. Сейчас у меня это просто полоса, она может быть стилизована как угодно. Но что это такое? У меня курсор поменял внешний вид, и теперь я могу менять значение вот таким вот образом. Причем, это не очень интересно, когда у нас слишком маленькое максимальное значение. Допустим, мы скажем, что у нас максимальное будет намного больше, и теперь я после обновления смогу менять свои значения более гибко, более быстрее. Во многих графических редакторах подобного рода инструменты можно встретить, в видеоредакторах и так далее. Здесь для нас предлагается такая штука опционально. Опять же, вопрос, как мы стилизуем, нужно нам это или нет. Мой взгляд, очень крутой или нет. Ну и таким образом мы получаем свой уже самостоятельно стилизованный компонент, который мы можем переиспользовать в разных частях своего приложения. Если нужно, мы можем подключить к нему определенную логику из нашего стейт-менеджера, который мы используем, и хранить какие-то значения там, вызывать какие-то экшены по тому или иному событию. Но базовую логику, базовую моторику самого ее элемента будет использовать готовые, уже кем-то написанные за нас стейт-машины. Самих стейт-машин здесь, как я уже сказал, порядка 20. Если мы перейдем в документацию, мы увидим, опять же, описание к каждой из них, варианты того, как их можно использовать, в том числе с примерами кода, с описанием проблематики, над которой мы работаем, и так далее. То есть, здесь и пример кода есть, и доступные API нам предлагаются в самом конце, и так далее. Повторюсь, эту библиотеку написали создатели Chakra UI. Я полагаю, что они со временем внедрят ее в Chakra UI, но так как это не готовые компоненты, а инструменты создания компонентов, то, конечно, встанет вопрос, окей, а есть ли готовая библиотека, которая уже все это использует? На самом деле есть. Она называется Arc UI. Ее написали те же люди, что написали Zag и Chakra UI. И она под капотом уже использует все доступные стейт-машины из Zaga, и она дает нам готовые компоненты. Они не стилизованы, но готовые компоненты, здесь и DatePicker есть, и слайдер, и меню, и тот же Number Input, по-своему стилизованный, но или с минимальной стилизацией, то есть это что-то вроде Headless UI компонентов. То есть тоже можно посмотреть в эту сторону. Но я думаю, что DateChakra оно со временем тоже доберется. Вот такая вот штука, на мой взгляд, очень крутая. Ее можно использовать в своих библиотеках компонентов, которые мы пишем на работе. Можно поковыряться с тем же Erk UI, но и в целом тема стоит машин, на мой взгляд, достаточно интересная, особенно когда множество кейсов уже рассмотрены за нас. На этом на сегодня все. Напомню, что меня зовут Михаил Непомничий. До встречи в следующих видео и всем пока.